девчонечка иди моя девочка иди поглажу иди моя хорошая иди моя пузатая иди сюда ты кушала да всем привет ребят смотрите свинка погуляла и очень хорошо начала поправляться это хельга и она уже погуляна примерно три недельки возможно даже немножко больше и они очень очень хорошо начали кушать и она вот мне кажется ну не кажется так и будет по весу скоро догонит вот эту девчульку этой поросица через три недели уже так что это ее почти максимальный вес может еще килограмм 5 может 10 наберет сейчас около 100 килограмм животик лежит на полу но время еще не выросло ну видно что понемножку отбивают вы мне говорите что хотите их видеть почаще но на самом деле снимать их каждый день я думаю что будет не очень но там я не знаю в общем жду жду он смотрите пузом гребет все подряд мне говорили что нужно защиту для их живота какой-нибудь придумать в общем и вы просили показать вам агату и фиону и витальку и веснушку сейчас мы к ним сходим мы не я собираюсь на море поэтому поубирал поубирал у витальки веснушки и богатые фионы и теперь у них там порядке и на три дня им точно хватит так что получается не на три сегодня среда еще теперь пятница так что на 5 но сейчас тепло и они у них загончики постоянно сухие вот так хелгочка иди сюда иди сюда девочка брюлька вон там гуляет возле столба и туда ушел куда-то кабачок но эти девчули вот лазят на своих любимых местах сегодня у меня не было времени кстати всем привет ребят еще раз мне о боже ты гончая кабачок иди сюда иди красавчик кто там говорил что кабачок очень-очень мелкий это молодой вьетнамский кабан которому десятый месяц пошел и вот он будет весить тоже около ста килограмм красавчик красавчик так что не надо наговаривать на моих вьетнамцев он пошла 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 к сленюшкам сегодня я убрал две гусыньки с того двора у меня были заказаны и можно сказать последние три дня я шифер сейчас завалит занимался забоем лишней птицы и сегодня приезжала марина очень приятная девушка и очень-очень странно но она не спросила за цену она у меня взяла восемь уток и двое гусей она даже на них не смотрела я их сложил пакеты и она даже не посмотрела что там я и положил то что она хотела не то нравится не нравятся в общем мне так как-то необычно встречаться со своими подписчикам потому что вы меня как бы все равно за такое огромное количество видео на канале уже как-то меня знаете я же вас вот когда ко мне приезжают подписчики мне очень неудобно потому что я вас вижу первый раз а вы меня как бы знаете и такое необычное какое-то чувство но марина она не цену не спросила ни сколько там вес она спросила что я должна и все отдала мне деньги и уехала и она еще мне написала до этого не писала сегодня написала что мама попросила два десятка цыплят говорит есть или нет а я говорю да у меня же здесь сидела 35 штучек те которые с прошлой неделе не распродал с рынка и они оставались и я их очень-очень хотел продать и вот как раз сегодня она говорит я два десятка возьму но я и подложил 21 цыпленок вместо двух десятков ну один как всегда подарочный принес а тут же жала шек не было потому что их и разобрали и я под свою курочку уже перебрал все галашеек себе и она говорит ой мама просила галашеек я рыну могу поменять она это не надо менять неси еще двоих принес ей две галашейки беленькую черненькую говорю это курочка на ой а мне бы нужен петушок это и ладно сейчас принесу еще петушка в общем купила 24 цыпленка но я очень рады всех вот этих остальных которые здесь остались 14 штучек я отдал курочке так как у него очень много цыплят она даже не поймет каковый цыпленок подсаженная какой у нее был так что все отлично яду хельга не пугай кур так что я думаю что курочка справится теперь у нее отсек немножко побольше и на этом дворе у меня теперь из малыш не остались только индюшата на этом дворе будет заниматься тетя нина ну управляться поэтому я думаю что она справится она мне индюков когда-то прошлый или позапрошлый год выкармливал так что она умеет заниматься с индюками и ну думаю что все будет нормально в общем я максимально сильно облегчил задачу своей тещи светлане николаевне и тети нине своей подруге соседки так что теперь я могу ехать со спокойной душой на море и не не переживать за то что здесь много малышни и они там например не справятся или или еще что-то так что вот такие дела ну как всегда я много разговариваю и мало вам показывает то что вы просите смотрите какая уже хальгачка хорошая иди поглад иди почешу иди моя девочка иди хорошая нет видите как бы уже появился животик она немножко округлилась такая прям хозяйка двора а брюлька она меньше и подхудела меньше и быстрее начала начала набирать вес и брюлька смотрите намного намного круглее мне кажется у меня даже даже вы имя немножко улучшилось до пушиночка вот муж пушинки вы спрашиваете постоянно никуда он не делся здесь он ходит все у них хорошо чу нить пепочка иди сюда пепочка иди сюда ты что там ищешь чуня чуничка выходи давай выходи берем 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 галопом галопом где чуня чуня ты где сейчас поубираю здесь у свинюшек иди моя девочка моя манешечка моя маленькая какая грива у тебя красивая какая да манешечка красотушечка я им на ночь стал стал закрывать дверь с помощью цепка вот так не полностью то есть вот так оставляю щель с цепком ну поменьше немножко и таким образом они дышат потому что потому что жара жара не думает спадать а свинюшкам жарко вот ты где ты че сюда ушла еще да вот хотел добавить по поводу скандалов с соседями соседи со мной не скандалят по поводу хозяйства потому что у них вот стоит такой огромный сарай для свиней прямо на границе то есть вместо вместо забора так что у них у них нет права со мной спорить по поводу хозяйства ругаться потому что у них сарай больше чем у меня вся территория так что тут все нормально а к другим соседям с другой стороны туда далеко поэтому те тоже не ругаются не трожь маленькую ты чудовище пепочка моя девочка пепочка моя хорошая ложись ложись ой ой какой пузик хороший какой толстый пузик давай почешу пузик давай почешу пузик давай ложись 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 толстушечка осталось скажи чуть-чуть и будут поросятки давай давай ты что там нашел на полу лежит а у этой нет смотрите как все равно у них немножко разные конституции тела вы у этой такая прогнутая спинка а у той нет хельга а где хельга делась хельга иди сюда в общем нравится нравится им гулять ну пошли еще сходим в дом я вам помогу ой помогу покажу агату смотрите смотрите как петухи работают один и второй ходит напарником и вон тот курица петух тоже пытается он только пытается ему не одна курица ему ей не знаю как их назвать все его бьют и он старается топтать кухну у него не получается да тюнечка то есть пепочка ты же пепочка манюшечка чуть-чуть осталось совсем чуть-чуть и будут опять вьетнамчики маленькие но мы пошли с вами сходим в дом вот смотрите это мои красотулечки которые живут в доме помните буквально прошлое воскресенье или в субботу мы просто я кастрировал поросят уколи на хозяйстве и там в загончике на улице живут свинюшки братья и сестры агаты и фионы так посмотрите какие эти жирные девки какие жирные и какие те такие длинные гончие мне показалось изначально что мои больше но нет мои размером такие же но очень толстые очень толстые девочки а все и правда из-за того что мои сидят ну в загончике в стационарном а у коли они там бегают по свободному выгулу и они такие гончие конечно для свиноматок лучше чтобы они были худенькие но когда свиноматка поросится тогда у толстой свинки намного больше в организме питательных вещей чтобы выкормить поросят то есть за время кормления поросят свинки очень очень хорошо теряют весят так что вот такие толстушки будут более качественно кормить малышей дома и толстые шейки толстые шейки такие красавицы красавицы хорошая а то такая поручная а фиона не очень вот вообще вот вроде две сестрицы характер ну такой разный такой разный но не хочет дружить фиона не хочет и уже в них около 40 килограмм и скорее всего что уже наверное можно их будет пустить кабачку то есть уже можно не пропускать охоту уже июнь закончился получается июль август сентябрь октябрь то есть опорос будет в конце октября или в начале ноября уже так что к тому времени им будет 10 месяцев а это для вьетнамки для первого опороса наймайна наймайна да девочки наймайна скажи ой мои красоточки вот такие дела да мои хорошие я у них по вычищал сейчас пойду у тех по вычищаю пока они гуляют и все и буду заканчивать молоднячка осталось мало так что мне сейчас управится немножко полегче да девчонечка да мы хорошие хорошая девочка хорошая ручная ажа . ручная опиона боя русская и вот смотрите там у коли у них как-то и ноги что ли подлиннее или животы поменьше потому что у этих прям от живот и лежат на пусть на полу как и у всех моих вот такие толстушки две до лепешечки но в соседнем загончики сидят вот как и пределки это веснушка и виталька им по три месяца с половиной три с половиной месяца этим девкам да и ну они какие-то знаете худого стенки я ну не то что они там худые но по отношению к вот этим двум кабачкам смотрите такие такие длинненькие они кругленькие хорошенькие такие прям мне нравятся но все равно не такие толстые как вот эти две загончики я еще не поделал поэтому я ничего показывать что сзади меня не буду это будет попозже но не сейчас потому что эта неделя была очень загружена и у меня голова была забита совсем другим но сейчас вроде уже совсем справился выводов пока не намечается таких что прям мне нужно за ними смотреть а вот с утятами на самом деле не очень сложно так что думаю что приедя смотрят у меня хотя бы дней пять будет более-менее свободных эти тоже девочки дикие и девочки давай часа животик давайте не бойся не бойся не бойся не бойся давай 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 посещаем манюша красотуша главное не спугнуть пошло пошло нравится 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 не спугалась а виталька вообще пугливая металя виталечка по размеру совершенно одинаковые ровненькие ну у кругленькие но не толстый вот такие хорошие мне нравятся то есть будут такие длинные длинные вьетнамцы да и моя манюшечка не хочешь это не каждый ты будешь дружить со мной скажет а сейчас скажи хоть бы раз зашел почесал бачок да им четвертый месяц уже уже наверное скоро начнут гулять но я еще пока не видел конечно меленькие около 20 килограммов скорее всего в них ну примерно столько я думаю может чуть чуть меньше но еще где-то два месяца то и три они будут набирать вес а уже буду их покрывать так чтобы опороз был после нового года ну возможно в сентябре сентябре да можно будет их покрыть сентябре и тогда будет опороз в январе примерно да манюшечка манюшечка сердце я от вас ухожу ухожу здесь свежо то есть животных здесь кроме вот этих свинюшек больше нету гуси целый день на улице на ночь только гусей загоняю в дом а так вот их всего здесь четыре штучки и даже при сильной жаре здесь не очень жарко и мух как-то совсем мало мух даже нет ни одной липучей ленты ничего не вешал но можно парочку повесить я думаю даже красотулечки кушайте идите кушайте переговорил с тестем и нужно поменять сетку на дробилки потому что я не дроблю а просто над собой издеваюсь и все равно скармливаю потом цельное можно сказать зерно кукуруза дробится остальное нет дробилка 4 миллиметра и пшеница просто-напросто целиком проваливается поставлю после моря есть лист лист сетки вот такой специальной для дробилки из веялки или с чего я не знаю тесте и нужно будет вырезать круг и сделать новый дробилку под чтобы дробилась помельче потому что и пшеница и не дробится и потом она просто-напросто транзитом выходит и я перевожу продукт вот так а так бы еще ну то есть они бы меньше ели его лучше бы усваивалась и скорее всего лучше бы росли да виталь ты была бы больше уже нет ну вот так гусятки под присмотром о без присмотра уже гусят выпустить нельзя потому что лезут прям по под дворами а это не хочется чтобы соседями ругаться поэтому они у меня сидят и их выпущено 10 минут попасутся потом опять закрою они опять сидят потом опять выпущу он отдал им луковицы они не хотят вот зеленый лук и режу индюша там этот выкинул им но они не хотят есть брюлька 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 куда ты убежала выходите отсюда а ну выходи давай девки выходи выходим выходи давай выходи что сюда зашли перелить поилку давай давай выходи выходи тебя не выгонишь иди сейчас завалишься иди иди смотрите ребят квочка вот она мне нужна нет она села и большая квочка нужно ее куда-то девать выходи иди иди толстушка будешь тут падать будешь ложиться давай давай где ты уже пузо вымочила все давай ложись ложись девочка ложись ты уже где-то лужу нашла где где ты уже нашла себе болото свинота нашла болото да 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 моя маленькая красотулечка ложись 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 девочка не знаю вьетнамки это супер свиньи которыми можно любоваться и любоваться а ну шевелятся пацки ты же слопнешь не бей маленькую не бей пузатую иди я какая только пришла и сразу давай показывать кто тут хозяйка да обижала тебя толстушечку да обижала ой маленькую обижала лепешка смотрите какое пузо в этой лепешке уже тебя кто-то кусал да и поразительно это это ты обижала пузатую люди сюда я бежала ага утворили ямку манюшечка обижают тебя до тебя все обижают ложись ложись моя девочка животик от тебя не кусали нет боже мой вот поцарапан весь бог пока отошел ты чё не защищай своих девок чудовище по носу тебе иди сюда иди сюда бармотина вот царапина манюшечка тебя по кусали ну все ребят буду я чистить нужно вот здесь почистить подстелить и буду заканчивать всем большое спасибо за просмотр и всем ты кусалась ты обижала маленькую так нет она вам дралась ней потому что и у этой вот погрыжена за ухом видите она давала сдачу ты с ней дралась и дала есть сдачи да пока мы с вами были в доме снимали этих пузатых эти подрались и притом свинот и скажи еще туда водички налить да было бы вообще красота ну видно уже животик увеличился ой ой молодец все все ребят всем большое спасибо за просмотр и всем пока пока